У меня тут для вас замечательный есть конверт. Здесь у нас задание. Я нахожу это гениальным, если мужчина умеет готовить. Это было блюдо тебя, да? Да. Очевидно. Я замариновал мясо с травами. И плюс у меня еще есть оленяки. Возьми в холодильнике одну брокколи. Разберешься, что такое брокколи. У него другой навык, у него другой опыт, и это нормально. Параллельно делая вот эту работу, собирая дюрум, я бы уже начал дожарить палатку с кормом. В таком корыце я еще безе не делала. Ну, здрасте. Мы продолжаем выяснять, кто круче. Мужчины или женщины. И сегодня наша битва переносится на территорию мам и бабушек. На кухню. Хотя и здесь мужчины успевают рассказать, что они лучшие. Мужчина и женщина сразятся в пяти конкурсах по искусной готовке и получат оценки не только от профессионалов, но и от обычных людей. А еще они оставят свои едкие комментарии друг о друге в нашей комнате наблюдения. Меня зовут Ирина, я родом из Казахстана, в Германии я уже 25 лет. Сколько мне лет, догадайтесь, о моей дочке? Все режем квадратиками. Люблю рисковать, люблю пробовать, люблю экспериментировать. По храндеву, где мы встречаемся, знакомимся, вместе готовим и проводим время, тут уже больше двух лет. Ну, конечно, я не могу похвастаться каким-то кулинарным образованием, но я могу похвастаться тем, что в каждое свое блюдо я вкладываю по максимуму любви. Так, мужчины, Илья, мне нужен перец черный. Прямо без тебя никак. Да-да-да, молодец. Вот он, наш бой-обес. Что тут сложного? Я вас умоляю, товарищи. Мой соперник – профессиональный повар, но это меня никак не смущает, и я рада этому вызову. Так что удачи и победы. Мне. Мужчина ждет девушку, но у нас получилось наоборот. Меня зовут Алмаз, мне 30 лет, я из города Набежный Чулны, я профессиональный повар. Этому ножу уже 8 лет, и я его выиграл на одном из кулинарных шоу. Первыми наставниками у меня были женщины, прекрасные женщины с ардеповского образования кулинарного, которое было не совсем в ногу со временем уже, даже в то время. В Париже, когда я учился, нас учили профессиональные шеф-повара, шеф-повара-мужчины, и это был потрясающий опыт. Я знаю, что моим соперником в этом шоу будет женщина-любитель, не профессионал. Я очень восхищен тем, что она приняла этот вызов. Я желаю ей удачи, и пусть победит сильнейший. Да уж, более непохожих героев найти было сложно. Лед и пламень точно про них. Посмотрим, как пройдет их первая встреча. Разнакомство. Ты как-то нервничаешь чуть-чуть? Мы просто будем делать то, что мы любим героев. Вот именно что, да. Я тоже знаю. Напомним об условиях нашего шоу. Двое героев пройдут три испытания, за каждое из которых получают максимум по пять баллов. У кого больше баллов, то ты победил. А вот и наше первое задание – купить продукты для приготовления фирменных блюд героев. Блюдо будет не тяжелым, блюдо будет простым, легким, свежим, весенним и очень вкусным. Несмотря на нежность Ирины, блюдо она выбрала мужское – плов. Алмаз же наоборот будет готовить легкую рыбу – тюрбо. Первые стереотипы разрушились еще до первого испытания. Закупка на плов нам обошлась около 80 евро. От пяти до восьми человек в любом случае будут накормлены и удовлетворены. Я думаю, что 40-50 евро – это наш продуктовый набор, который лежит сейчас в корзине. На двоих человек здесь будет более чем достаточно, плюс какие-то продукты еще могут остаться. Итак, первое испытание. Алмазу и Ирине предстоит стать подмастерьями друг друга. А оценивать их работу будет управляющий ресторана «Шагал» Виталий Нелюбин. Интересно, получится ли у Алмаза играть вторую роль на кухне. Вот, пожалуйста, фартуки. Пожалуйста, пожалуйста. И, как говорится, пусть победит вкуснейший. Самый лучший повар зачастую оказывается твоя мама. А вот это для меня идеальная прожарка. Я три года была пока с ребенком дома, пока она подросла и в садик пошла, и я потом пошла учиться. Я пошла учиться, и я настолько была в этой теме семья, и женщина готовит, и все это остальное. Я вставала утром, там, я не знаю, если мне в 10 было на работу идти, там, на учебу, или в 8, я вставала за 2 часа раньше, и я готовила. Обед стоял, если там ребенок из садика приходил, или муж с работы приходил, чтобы это было все готово, и на столе. Мне это было всегда крайне важно. В России умение готовить всегда определяло женственность и было необходимым качеством для порядочной жены. Хорошо, что теперь кулинария стала лишь приятным хобби и способом самовыражения для обоих полов. Я хочу, чтобы мир понял, что не нужно быть профессионалом, чтобы хорошо готовить. И женщины могут тоже замечательно готовить. Алмаз и Ирина должны представить основные блюда и десерты. Можно получить по 5 баллов за вкус и внешний вид. К Виталию для гендерного равенства прибавилась кулинарная авторка Ольга Шинкерман. Ого, какая прелесть. Плов, украшено все очень необычно, живо, ярко. Я, конечно, в Узбекистане не был, но вот этот плов, мне кажется, где-то приближен к этому. Я вижу, что, скорее всего, это делал непрофессиональный повар. Что у нас здесь? В любом случае, это у нас рыба. Это прекрасно. Какое-то пюре, горошек и красивые цветы белые, белоснежные. Ну, похоже на львиный зерк. Тюрбо. Моя любимая рыба. Я так понимаю, что это Павлова. Это знаменитый десерт. Безе мне очень нравится, когда есть небольшая вот эта тягучесть. Это вот как в Советском Союзе делали именно. Здесь же, в Германии, зачастую, когда я пробовал Безе, оно было всегда очень-очень сухое. Мне кажется, здесь вот слишком много-много вот... Сбыточность. Честно, не люблю такую подачу, да? То есть для меня вот эти все, вот это все, это уже вчерашний день. Да, пудра, действительно, очень много. Спасибо. Ну что, мы опять видим цветы. Что такое? Минималистичная подача, очень все со вкусом, нет ничего лишнего. Сейчас, мне кажется, здесь вот цветы, возможно, лишние. Ну, для меня здесь тоже есть некий, то есть вот карамель, сама по себе соусом очень вкусно. Но если уже вместе с ягодами, то мне уже как-то оно вместе, да, вместе не идет. Хоть жюри и оценила блюдо «Алмаза» намного выше, зато Ирина нашла место в сердцах обычных посетителей «Шагала». К сожалению, это не принесет ей дополнительных баллов. Мы не согласны с судьями. Нам нравится. Нам отлично. Нам очень нравится. То, что «Алмаз» подготовил только две порции и было все рассчитано по граммам, скажем так, именно для жюри. Это, мне кажется, такой вообще, это подход. Это такая жизненная как бы позиция, что ли. У меня более щедрый подход. Я приготовлю столько, чтобы всем хватило, всех накормить. И в итоге какую там оценку дадут жюри, это уже не важно. А теперь мы перемещаемся из шикарных кухонь и от вредных экспертов поближе к народу, в турецкую донерную с хозяином Тюраном. Посмотрим, поможет ли Ирине ее короткая юбка. Никогда этого не делала, поэтому я оделась как школьница. Я буду сегодня обучаться. Я никогда сама не готовила донера. Ничего подобного вообще не делала, только ела. Это действительно вкусно, но вот как его готовить? Надеюсь, вы меня научите. Сложнее всего подготовить все вот к этому моменту. Приготовить все соусы, приготовить вот это вот мясо. Все нарезать, все организовать. А, то есть он ей показывает, вместе с ней делают, да? Какие вы, а гендерные, конечно, строили там. Слушай, нормально собирает вроде. Шаф, я люблю шаф. Там, параллельно делая вот эту работу, там, собирая джурум, я бы уже начал бы жарить фалафи с картохой. Помогает. Какие-то мужчины. Такая штука. Картошечка. Жареная картошечка в фритюре. Ну, вот такая покупная жульта. Вуаля, вкусный аппетит. Хух, я их успела. Готовый аппетит. Спасибо. И вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот этот хорош, но ему не хватило времени пропечься. Да. А начинка? Хорошо, все хорошо для начала. Ставлю четыре. Окей, danke. Я бы взял ее на работу. Итак, каждый повар должен приготовить берлинский донер. Дюрум в лаваше и сделать вегетарианскую тарелку с фалафелем. Общую оценку поставить тюран. Можно заработать по пять баллов за каждое блюдо. Да, видишь, у него уже мясо со всех сторон поджарилось. У меня было еще такой свежий продукт. У него другой навык, у него другой опыт, и это нормально. У него другое ощущение времени. Когда ты в ресторане готовишь, у тебя на время ждет клиент. Тебе это нужно быстро сделать, чтобы оно было горячее на тарелке, и подать это все. Фух, это было интересно. Дюрум в лаваше. Во-первых, он сказал, что хлеб был недостаточно зажаренный. И тем не менее, ему дал пять. У меня он тоже сказал, что хлеб был недостаточно зажаренный. И мне дал четыре за этот дюрум. После двух конкурсов Алмаз опережает Ирину на три балла. А кто не ест фастфуд? Давайте скажем, кто не грешит. Все грешат. Мусины многие вещи делают лучше. Но готовить, я бы не сказала, что они готовят лучше. Они тоже готовят хорошо, и у них многие вещи получаются круто. Но некоторые вещи, которые они получаются так, чтобы я бы сказала, хм, окей, там есть еще потенциал к развитию. Не было таких мужчин, которые готовили суперски. Не было такого, чтобы я стояла и завидовала. И смотря на проигрыш в двух предыдущих турах, Ирина все еще верит в свой женский подход. Сейчас нашим героям предстоит самый сложный конкурс. Даже испытание. Накормить троих подростков полезной едой. Сможет ли одинокий Алмаз собрать всю семью за одним столом? Или это лучше удастся Ирине? Ведь семейные обеды – это не про технику и скорость, а про единение и понимание. Слушай, это суперидея. Ты хочешь, чтобы дети твои ели полезную пищу. Да, именно, потому что в этом вся сложность. В основном это касается папа дай деньги. Мы пошли где-нибудь там покушали фастфуд. Нет, этого мы не допустим и сделаем по-другому сегодня. Супер. Привет, девочки и мальчики. Я предлагаю, что мы сейчас вместе все это и приготовим. Хороший подход. Женщина может выглядеть так эффектно в своей повседневной рутине. Ну вот если бы папа натащил из ножей, то было бы Кире намного легче резать. Кто вообще лучше готовит? Как вы считаете? Девочки. Девочки. Да. А ты что скажешь? И тебе, и тебе хорошо готовят. Я считаю, что для повседневной еды в принципе женщина лучше. Потому что дети маленькие растут, дети растут в основном с мамой. Поэтому повседневная пища у женщин будет лучше. Ну креативом каким-нибудь заниматься? То есть это должен тот, кто со стороны всегда смотрит, но сам не делает. И в какой-то момент его озаряет. Да уж, куда женщине до креатива. Твое дело щи до каши? Ну интересно, а что думает об этом наш Алмаз? Мужчина более выносливый, наверное, да. Потому что это вот так сложилось физиологически. И там, извините, у меня у женщин бывает раз в месяц этот период, когда они себя чувствуют необъяснимо как. Но ведь и женщины рожают детей и продолжают возглавлять рестораны. То есть, да, ну, как вот, что вот, например, тяжелее? Растить ребенка и возглавлять ресторан? Работать в сложный период месяца и возглавлять ресторан? Либо быть просто мужчиной и возглавлять ресторан? Дабы ты лишен всех этих проблем. Это, возможно, какая-то такая вариация на тему баллонеза, соус баллонеза. Да, у нас сейчас будет морковка. Потому что я там видел и розмарин она положила, и вот морковку она туда сейчас, наверное. Цукини туда, конечно, не идет. Но мы же не импрессионисты. Мы же все-таки, если ее... Ну, я, по крайней мере, если я хочу увидеть натюрморт в тарелке, я стремлюсь к натюрморту. У Ирины, видимо, другой, может быть, подход. Более спонтанный. Мы девочки, нам, понимаешь, нам нужно много. Это вы, мальчики, уже просто от рождения красавцы, боги, да. А вы, мы, девочки, нам нужны вот эти всякие штучки. Пока нет. Я видел, где вначале там макароны. Как из коротких макарон сделать гнезда, вот этот вопрос. В принципе, выглядят вот сейчас нормально. То есть уже можно дать. Ну, так как ты их сварил, Рома, сколько ты минут делал? Десять минут, как положено было, по уедению. Такой едой можно, там, не знаю, пятилеток-шестилеток кормить, чтобы вот, там, гнездышко интересненько. У нас готово все. Несемся стремительно. Следующий пошел. Вкус, но макароны разваристые, конечно, это на любителя. Это еще, да, это еще даже, ну, то есть это неплохо. И почему они едят, значит, это вкусно. Я, в принципе, считаю, что ее идея, то, как она это задумала, она выполнила ее на хорошо. Было все вкусно, просто четыре, потому что я, ну, эти помидоры, я не особо это люблю, но все равно было вкусно. Четыре. Пять. Спасибо. Мне очень понравилось, да. Пожалуй, поставлю тоже четыре. Мне понравилось то, что эту еду могут, в принципе, сделать дети сами. То есть она довольно-таки легко делается. И продукты, которые, в принципе, отчасти полезны. Ну, помимо макаронов, я не... Ничего плохого в макаронах нету, батя. Ты чего там? Тем более, тем более паста была там какая-то из, видимо, ни одного, не отбелина из твердых сортов. Посмотрим, что меня сегодня ждет. Приглашаю тебя в свой дом. У нас там сегодня такая небольшая юная компания, подростки. И мой сын, и его друзья, одноклассники. Ну, и, естественно, как они проводят время. Бегают, прыгают, там что-то, чего-то. И хотят вкусно покушать, да. Ирину раскритиковали за макароны. Но единение с детьми, кажется, было очевидным. Но сможет ли завоевать их доверие холодный алмаз? При этом не заказав фастфуд. Сегодня будем что-то с вами готовить. Курица. Курица ЗОЖ. Курица ЗОЖ, но не в Германии, не везде. Я бы сказала так. Если бы, то я бы покупала какую-то у проверенного фермера, где я знаю, она у него выращивается в таких вот натуральных условиях, а не какая-то масса на продукцию. Это, конечно, тоже очень смело с его стороны. Не учесть то, что Кира сказала, она капусту вообще не любит. Но я сама вот сейчас даже с удовольствием смотрю. Может быть, он ее удивит и покажет новую вариацию приготовления капусты. Кто будет следующую повторять? Боже, я боюсь. У меня чуть-чуть другой подход. И это тоже окей. Видимо, нас это и различает. Женский подход, мужской подход. Мне было очень важно именно спросить, что они любят. Я учился сначала у бабушки и у мамы. Ну, как учился? Подсматривал, что там они делают. А потом я учился в колледже. Параллельно с тем, что подсматривал за мамой. И читал книги, газеты, журналы кулинарные всякие разные. Смотрите, у вас здесь растет душица, тимьян, который, кстати, очень красиво цветет. И розмарин. Нам нужно срезать примерно по веточке. Ну, это классно он делает, что он показывает тоже, как растут травы. Тем временем у нас запеклись наши перцы. А, и сделает такой общий дип из брокколи, да, йогурта. Да, это классно, это зачет. Нам нужно сделать такую тонкую лепешку. Это классно, дети любят такое, раскатывают. Ну вот, и с Кирой я начала есть брокколи, капуста. Обычно мыть такое не еди, но это было очень вкусно и очень понравилось. Приятного аппетита. Просто посмотрите, дети наелись брокколи, а теперь вот едят запеченные овощи. Без комментариев. Ну, какие впечатления? Вот посмотрите, сколько здесь овощей, правильно, Ром? Ром, как тебе? Нравится? Да. Так готовить будем? Вчера было, конечно, вкусно, но не как это. Да. Курица была очень вкусной. Да, мне тоже понравилась очень. Курица с овощами, да, подчеркиваю. Угу. Так, все подумали и подняли нужную карточку. Моя циферка вот такая. О, видите, единогласно. Приятно. Именно как только было приготовлено, было очень вкусно. Я могу даже овощи отдельно есть без мяса. Еще было очень весело готовить тоже. То, что оценки выше, меня это вообще никак не расстраивает. Я рада, что детям было вкусно. Тут же как бы такой момент, да. И я подхожу к этой вообще всей ситуации объективно. Я не считаю, что мужчина готовит лучше, чем женщина. Этого фактора для меня не присутствует. Я нахожу это гениальным, если мужчина умеет готовить. Я это ценю и восхваляю как Бога мужчину, который умеет готовить. Я считаю это круто. Здесь не от того, кого там, половой орган, да, появляется еда на тарелке, здесь появляется все отсюда. От того, что ты видишь, от того, что ты пробуешь, от того, как ты учишься и совершенствуешься, от твоей практики, от твоего усердия. Потому что профессия очень тяжелая, ты проводишь очень много времени на ногах, на работе, на кухне, в жару, в этот стресс. Хоть мы и пророчили Ирине уверенную победу, все же Алмаз завоевал сердца всех детей и получил максимально возможные 20 баллов. Теперь счет 69-63 в пользу мужчин. Осталась последняя, которая может круто повернуть исход нашей игры. Фирменное блюдо Ирины, внимание, шашлык. Пожелаем ей удачи. Привет, мы Клара и Алекс, футблогеры из инстаграма Food in Berlin, и мы будем судьями в сегодняшней гендерной битве. Я замариновал мясо с травами, также я буду готовить всякие разные овощи на гриле, это будет очень просто и вкусно. Мясо я замариновала, и плюс у меня еще есть оленятина. Давайте попробуем. Всем приятного аппетита. Я знаю женщин-поваров, но, к сожалению, в Берлине большинство шефов мужчины. Женщины сейчас добиваются своего, и можно только надеяться, что скоро женщин-шеф-поваров станет больше. Мужчины по-прежнему доминируют в ресторанном мире. Я много раз слышала, что атмосфера на кухне очень суровая, и там даже позволяют себе кричать на женщин. По телевизору в разных шоу мало показывают женщин-шеф-поваров. Когда девочки растут, они не видят, что поваром большого ресторана может быть женщина, поэтому не рассматривают такой вариант для своего будущего. Я ставлю пять за овощи. Мне очень понравился эстрагон. Это был отличный гарнир. У меня нет критических замечаний. Пять баллов. Четыре балла за овощи, потому что я не очень люблю трюфельное масло. Твой салат меня очень сильно удивил. Я не любитель паприки. Это не мой любимый овощ, но этот салат я съел с удовольствием. Овощи Ирине явно удались. Это 29 баллов. Но неужели выезд на природу изменит фаворита нашего шоу? Для меня цветная капуста была слишком жесткая. Мне нравится немного помягче. Алмаз, тебе я тоже ставлю за овощи пятерку. Несмотря на то, что все обратили внимание только на овощи гриль, я обратила внимание на твою прекрасную баклажанную закуску, которую ты подавал с грибами. Алмаз получает 28 баллов. Но интересно, кто справился лучше с блюдом настоящего мужика? С ошлыком. Я бы дала 4. Баранина, конечно, идеальна, но оленина получилась сыроватой на мой вкус. А я ставлю 5 за мясо. Тебе за мясо я ставлю 4. Мне очень понравилась баранина, но я считаю, оленина понравилась бы всем лучше, если бы она была чуть тоньше нарезана. И опять 27 баллов. Неплохой результат для женщины. Но как там получился шашлык у алмаза? 5. Мне очень понравилось. Это так просто сделано, что каждое блюдо говорит само за себя. Это был идеально приготовленный стейк. Лучше и быть не могло. Я тоже ставлю 5. Спасибо вам обоим. Еда была действительно фантастической, но, к сожалению, победитель может быть только один. Вот такие баллы для этого задания. Алмаз, ты набрал 57 баллов, Ирина 56. Очень близко. Я затаил дыхание. Мы сложили все баллы, и получилось, что алмаз победитель. И у нас есть кое-что для тебя. Это сертификат на ужин в хороший немецкий ресторан, где ты сможешь провести приятный вечер. И пусть другие готовят, а ты сам будешь просто наслаждаться едой. Я считаю, что вот этот стереотип мы сегодня победили, что женщина не может готовить на гриле. И учитывая то, что алмаз прошел несколько школ и умеет это, и делает это профессионально, я любитель. И тем не менее, я считаю, я это делаю очень круто. Я считаю, что она крутая, классно готовит, делает это с удовольствием, с душой, вкладывает всю себя. Я желаю, чтобы она этим дальше продолжала заниматься, развивалась. Несмотря на то, что алмаз все-таки победил в нашем шоу, мы уверены, что появление звездных поварих – это вопрос времени. И хоть Ирина готовит своей семье, а не на светских раутах, совершенно очевидно, что это ее осознанный выбор. Выбирать то, что нравится – вот чему Ирина научила наших зрителей. Встаньте спиной к фонарю у ворот и идите по дороге направо, в сторону леса. Не, мне интересно, я никогда такого не делала. Вон она. Может быть, все-таки я права, и не надо в себе так сомневаться сильно, как я это делаю. Ну, будет, наверное, какой-то ужин. Нет, я не могу, все, у меня ничего не получается с этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова